Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, 4 июня у нас на дворе. По стране прокатилась волна уже летних заморозков. Немножко расскажу об этом и пойдем посмотрим, как обстоят дела на нашем молодом винограднике. Но прежде чем мы начнем нашу экскурсию, что происходило. В ночь с пятницы на субботу прошла волна заморозков и в ночь с субботы на воскресенье тоже синоптики обещали. В предыдущую ночь по стране, чтобы вам не соврать, 63 или 73 температурных антирекорда было побито. Как-то так. Нам прогноз обещал на этом участке каля-ноля, а на дачном участке, наверное, тоже, либо, может, минус один. Эта ночь обещала быть более холодной, более такой напряженной. Тоже показывала на этом участке ноль, а на дачном показывала винту-скай, что на почве будет минус один, причем достаточно продолжительное время. К счастью, винту-скай ошибся в хорошую, в нашу пользу. И мы не там, но там родители уже созвонились, сказали, что мороза не было, все было хорошо. И эта ночь, несмотря на прогнозы синоптиков, оказалась теплее. Вот в 3 часа ночи я вставала малышку кормить, и прошлую ночь градусник на стене показывал 4 градуса, а эту, но и градусник на стене, вот в это же время, показал 9 градусов. Так что она, к счастью, оказалась теплее, и уже надеемся, что все, морозы закончились. Но это повезло нам, к сожалению, повезло не всем. И по стране были места, где мороз сделал свое злое дело и поморозил и виноград, причем не только на почве, но и несколько выше, поморозил другие культуры. Картошка посмерзала, у кого-то помидоры посмерзали. То есть проблем, на самом деле, на делу, конечно, выражаю сочувствие тем людям, у которых это произошло, потому что очень не хочется быть на их месте, и представляешь, насколько это больно, обидно и неприятно. И считаю, что вот такие комментарии, как «Ой, надо было не лениться, надо было укрывать», вот в данном случае вообще неуместными. Потому что, во-первых, у каждого свои возможности, не все живут на виноградниках, не у всех есть возможность приехать и что-то сделать раз. Во-вторых, вот пойдем сегодня смотреть, как развивается виноградник. Некоторые приросты укрыть уже практически нереально. Более того, эти дни стоял такой ветер, и вчера просто шириной, он все сносил. И укрывать что-то при таком ветре, ну, практически нереально. Поэтому, повторюсь, что считаю это просто неуместным. Ну и так, пойдем смотреть. Это у нас пристенок с технарями. Здесь техническая легенда, кадарка. Ну, видите, вот уже до третьей проволоки дорастает, прям растет на глазах. Буквально два дня назад я все проверяла, подвязывала. Сейчас нужно подвязывать опять. Ну, тут чуть-чуть промермировали. Здесь уже у нас идет чуть-чуть кадарка, марселан. Все будут плодоносить, все покажут урожай. Хотя кадарка и в прошлом году показывала. Здесь рибо, ну, про него буду как-нибудь отдельно рассказывать. Тут по нормировке по всему. Ну, смотрите, пошли замещающие почки в рост. И пошли вообще очень активно. Вот прямо на глазах еще. Недавно их не было. Вот здесь просто все смерзло, да? А сейчас, сейчас пошло в рост. Единственное, что вот замещающие почки, они без урожая. Ну, куст молодой, кусту третий год. На всем остальном, что сохранилось, тут и так я уже кое-что проломала. По две грозди на побег нагрузить на первый год плодоношения, ну, более чем хватит. Вот здесь тоже у нас идут ряды технорей. Видите, все довольно-таки неплохо растет. Все с гроздями. Смотрите, какие грозди. Красень вывалил. Прям красота, прекрасота. Единственное, что все-таки холодные ночи. Они дают о себе знать. Посмотрите, какой желтый лист. Темный сорт, у него должен быть лист несколько другого цвета. То есть некоторые сорта, но оно видно, может где-то еще буду обращать внимание. Они все-таки страдают. Потому что не могут они усваивать все питательные вещества именно вот из-за холода. И вот касательно разгона, когда мы весной обсуждали, опять же смотрите, вот что у нас получилось. Когда мы в мае укрывали, понятно, что укрытие работало как разгон. Зеленая масса росла, но корням все равно в земле холодно. И вот если мы так разгоняем, то все равно это не очень хорошо. Потому что растение не может нормально усваивать питательные вещества. К сожалению. Видите, пока погода такая. Что с этим делать? Можно, конечно, подкормить, но в любом случае надо тепло. Но надеемся, опять же, синоптики нам обещают, что через пару дней уже станет более-менее тепло. Ночи, конечно, не ахти будут какие, но не 2 градуса, да. А немножко потеплее, поприятнее. Еще не все не до конца нормировали. Тоже ждали, ждали, когда закончатся вот эти непогоды. Ну, сейчас уже можно будет как бы более так вам подойти ко всему обстоятельно. Вот сафира тоже с гроздями. Вообще с гроздями практически все. Альминский в прошлом году он показывал урожай. Вот практически на всем у него заложены грозди. И на маленьких побегах, и на больших. Ну, вообще такой трудяшка. Вот это вот большая зеленая масса с одной стороны. И со второй. Это ананасный. 8 плодовых стрелок здесь на кусте. 8 будущих рукавов. Вот уже много что перешагнуло через третью проволоку. Ну, в общем-то, растет вот очень активно. Вот этот ряд будет еще интереснее. Хасанский боса зацветает. Зацветает. Вон видны цветочки. Здесь цветет вильдер. Ну, тоже еще начало цветения. Тем не менее, процесс пошел. А дальше у нас вейленд. Или вальянд. Он у нас зацвел 25 мая. Вообще самый-самый первый. И смотрите, что у нас уже здесь. У нас уже здесь горошек. Вот. Конечно, есть еще побеги, которые не до конца отцвели. Отцвели. Ну, вот. Смотрите, какая красота. Когда выпускала короткое видео с тем, что вейленд цветет, сразу такие комментарии. Нормировать надо. Вот это надо. Ну, мы тут сами знаем, что нам делать, что нет. И тем более, нормировка урожая. Если еще побегами можно вейленд немножко разгрузить, то урожаем не всегда есть смысл. Гроздочка маленькая, поэтому можно нагружать. Тем более, мы знаем, что этот сорт прекрасно растет. Опять же, сейчас вот будет лучшая погода. И он все это вытянет. Пино Нуар. Клон урожайный. Тоже весь с гроздями. Правда, всего лишь у нас одна плодовая стрелка, один рукав. Мы будем отращивать снизу. Хорошо, активно растет. В отличие от клона раннего, который очень поздно проснулся. Кстати, на даче вот у нас тоже сидит. Этот же клон, и тоже он очень поздно просыпается. Ну вот, наконец-таки проснулся, стал активно расти. Ну, конечно, видно, что были какие-то повреждения. 8, прошлая плохая была. Это весна тоже такая себе. Вон там снизу что-то идет. Мы будем смотреть. Ронда, это вообще монстр. Везде грозди, везде, везде. И на самых маленьких побегах тут уже часть поубирали. И побегов часть поубирали, потому что было очень-очень много. И все с гроздями. Дальше, смотрите, вот здесь. Вот это пасынок, который вырос в прошлом году. Он вызрел, да, опять же, о вызревании лозы. То есть в прошлом плохом сезоне вызрел даже пасынок. И вот на нем 4 побега. И все с гроздями, каждый. В прошлом году плодоносил, нормально созрел. Я считаю, очень такой перспективный сорт, потому что грузится урожаем вообще на ура. Тем более, что и лоза классно вызревает. Если она в прошлом году хорошо вызрела, то в хороший год вообще все будет замечательно. Это у нас бряна, тоже хорошо растет, тоже хорошо закладывает урожай. И уже зацвела. Первые цветочки еще только вот. Но тем не менее, пару дней тепла и будет цвести вся. Еще раз о нормировке, да, кому захочется написать, что вот надо же нормировать. Мы специально ждали. Пока у нас пройдут плохие погоды. И в принципе вообще в этом сезоне с нормировками можно не спешить. Повторюсь, потому что холодно. Потому что сухо. Наступит хорошее погодное условие. И вот это вот все слабенькое может активно пойти в рост. Поэтому можем себе позволить немножко подождать. Переходим к столовым. Полонез 50. Вот так красиво, активно растет. С гроздочками. Черный хрусталь. В прошлом году плодоносил. А в этом году тоже будет плодоносит. Но единственное, что вот из-за погодных условий почти все идет от низа куста. Но повторюсь, здесь все кусты. Три и младше. Для третьего года очень даже неплохо. Дальше у нас Прима Украины. Очень слабенький был саженец. И в прошлом году он плохо рост. Тем не менее, смотрите, он с гроздочками. И гроздочек тут на самом деле ни одна. Из-за травы у нас плохо видно. На этом побеге две, на этом побеге есть, там есть. В общем, есть что-то уже посмотрим, как она у нас себя будет проявлять. Дальше сорта называть не буду. Конечно, вот много где мы наблюдаем то, что растет от низу. Либо вот по чуть-чуть на лозе просыпается. Ну, такой год. А теперь смотрите, вот что хотела показать. Видим? Это следы мороза. Вот чуть-чуть по низу шел. И цепанул. Переходим в следующий ряд. Видите, молоденький кустик, да? Ну, какое-то есть повреждение на листьях. Сейчас смотрим в следующий ряд. Вот. Тоже поврежден. Ну, один листик, это, конечно, ни о чем. А там вот в углубине еще один. И в следующем ряду, не знаю, будет видно или нет, тоже есть пару поврежденных листиков. Вот, подойду поближе. Эти, кстати, повреждились еще раньше. Не в прошлую ночь, а еще раньше. Как-то вот мы случайно подошли и заметили, да, что вроде и ночи были, ну, вроде как плюс. А вот что-то чуть-чуть прошло. И смотрите, вот возвращаемся к теме заморозков и всего остального, да, как я сказала, что, ну, нам очень повезло, что, ну, вот, повреждения есть, да, но я даже не считаю это за повреждения, это вообще ни о чем. Можно на это не обращать внимания и закрыть глаза. Это такие мелочи. Ну, и можно было бы рассказывать, да, что у нас вот так все хорошо, потому что вот в траве растет, да, и трава защищает. На самом деле, когда были майские морозы, то там, где травы было много, там не замерзли почки. Так что эта трава действительно работает. Но давайте говорить откровенно. Нам просто повезло. Вот просто в нашей местности мороз не пришел. И все. И других причин нет. И вот то, что я вам показала, вот как бы, вот она эта линия. Четыре кустика. Чуть-чуть, если вот посмотреть, здесь чуть-чуть низиночка. Она, конечно, есть такой же, грубо говоря, желобок и чуть дальше. Но вот в данном случае эта низиночка проходит ровно по линии кустов, а вторая низиночка, она проходит между кустами. Ну, вот и все. Да, то есть даже вот, казалось бы, на хорошем участке, где нет заморозка, прошлой осенью тоже, ну, нам повезло. Тем не менее, все равно, ей могут встречаться какие-то вот такие места с зоной, где будет больше холода, чем мы ожидаем. Ну, в принципе, вот с таким можно немножко бороться, в том плане, что обнаружили на своем участке такое место, можно для себя его как-то отметить, и потом, ну, или бутылки с водой подкладывать, да, либо, либо немножечко подсыпать эту низинку. Ну, вариантов много, все зависит от свободного времени и возможностей. Вот видите, дальше, как бы, все, вот там, там, все хорошо. И, в общем-то, все кусты развиваются, ну, так, довольно неплохо, и плюс-минус равномерно. Хотя, конечно, есть, ну, вот так, да, где все, у нас много побегов, и достаточно неплохих, а есть вот так. Ну, ничего мы с этим не поделаем. Ну, вот молодые посадки. Смотрите, вот, опять же, на вопрос, не просыпаются саженцы, видите? Вот только-только стал просыпаться, при том, он откопан. То есть мы его не держим. С уровнем земли мы все молодые. Посадки в этом году откопали. Да, потратили время, но ввиду таких сложных погодных условий, вот, создали им дополнительное тепло. И то кто-то уже хорошо развивается, например, как и этот кустик. А кто-то только-только, вот там одна почечка пока что видна, только-только он начинает просыпаться. Это, кстати, осенняя посадка. Прямо осенью мы получили саженцы, только выкопанные из школки. И прекрасный был саженец. Ну, видите, вот, ему нужно время. Да, другие, опять же, вот это уже из совсем новых, но они уже вот такие. Вот эти мы садили прошлой весной прям черенками. Ну, опять же, кто-то вот такой, кто-то чуть поменьше, ну, а кто-то тоже только-только просыпается. И вот продолжение той низинки, которую я вам показывала. Видите, вот здесь в ямке кустик не тронуло, но страдает он, да, вот это желтое на листьях. Это не болезнь. Просто он пока что себя плохо чувствует. Ну, в целом все, все очень даже хорошо с учетом сезона. Очень надеемся, что у природы запас катаклизмов уже закончился. И, наконец-таки, наступит нормальное лето. Ну, и, в принципе, нормально будет сезон. Ну, пару слов, что нас ждет в ближайшее время. Ждут приятные хлопоты, подкормки, обработки, зеленые операции. Обо всем этом будем говорить. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление будет уже осенью. И наш контакт. И до новых встреч.